Дверь с ноги, как говорится, Крейт вещает, и это уже вторая часть пути бомжа на Блэкраше. Первая серия закончилась на том, что меня увёз какой-то игрок на Волге в неизвестном направлении. Только не говори, что просто выбросишь из машины ПЖ. Нет, конечно. Тачка есть. Естественно, у нас тачки нет, поэтому и говорю правду. Почему-то я так подозреваю, что он собирается отдать мне эту Волгу. Ну или всё-таки он отъедет подальше и выбросит меня где-то на обочине под Казахстаном. Я его спросил на автосалон, а он говорит, не скажу. Короче, в итоге, как я и думал, он поворачивает на авторынок и гонит прямо туда. Друг, сегодня у тебя появится машина. Он выходит из тачки и просто офается. Специально он, или его просто крашнуло, но по факту он меня реально закинул в жопу. Потому что здесь нигде нельзя арендовать скутер. Подошёл к ребяткам и попросил их подвезти. Ну, мне отказали. Решил подойти к Зазику. Возможно, он будет более отзывчивым. Ааа, понял, понял. Ой, как же далеко мне бежать. Ну, как говорится, ноги в руки, руки в ноги. И попрыгали на ближайший спаван за арендой скутеров. А вот здесь, когда я немножечко прокачаюсь, мы обязательно поработаем Рикардо Милосом. Ну, а пока попрыгали дальше. Где-то через 5 минут я наконец-то добежал до аренды скутеров. И теперь хоть доеду по нормальному в автошколу. Да ё-моё, кто так ездит по встречке-то? Лишь бы сейчас скутер не выгрузился. Фух, пронесло. Проезжал мимо магазина одежды и решил зайти себе купить скинчик. Не потому, что у меня много денег, а потому, что имеется такой квест. Самым дешёвым оказался белый адидас, как ни странно, но стоит он всё-таки 5 850. А за выполнение квеста купить скин я получил всего-навсего 3000 вертов. Я думал окуплюсь, а в итоге вышел в минус почти на 3000. Да, теперь уже выгляжу более-менее солидно, но всё-таки ушёл в минус по бабкам. Поэтому решил выполнить ещё одно задание, к примеру, купить лопату. Заходим в 24 на 7, и здесь мы видим не одну лопату, а как минимум две. Ну давайте купим лопату для кладоискателя. И да, квест выполнился, мы угадали. Кстати, теперь меня ещё вдобавок система отправляет работать кладоискателем. Но пока что у меня слишком маленький уровень. Опять переподключение. Ещё и возникли какие-то проблемы с сетью. Перезашёл я в Блэк Рашу, появился на спавне Арзамаса. За квест с лопатой я получаю 1500 вертов, а сама лопата стоила 1000, значит в плюс уходим на 500. Вот ещё задание с букетом цветов и задание с тремя лотерейными билетами. Всё это выполняется в 24 на 7, поэтому вбил я GPS в ближайшую такой магазинчик, и идём арендовать скутер. На месте спавна скутеров ко мне подбежал какой-то бомж и начал меня бить. Я думал он меня сейчас скинет, но слава богу скутер остался при мне. Вот уже на горизонте виднеется красный маркер, а это значит, что мы почти добрались до 24 на 7. В магазинчике первым делом я покупаю букет цветов и выполняю первое задание. Далее покупаю лотерейный билет, здесь нажимаю просто окей. Собираюсь купить второй лотерейный билет и третий, но мне не даёт. В Блэк Пассе мы забираем награду за выполненный квест с букетом и выходим в плюс на 800 вертов. А вот задание с лотерейными билетами на один из трёх выполнено. И как использовать этот лотерейный билет я, честно говоря, не знаю, потому как в инвентаре у меня его нет. Выхожу из 24 на 7 и что же вы думаете, моего скутера нет, ведь весь несанятый транспорт был удалён, сообщает нам чат. Сначала я подумал заказать такси, чтобы оно меня довезло до автошколы, но я посмотрел на цену и понял, что лучше я вручную допрыгаю до спавна и возьму себе за 50 вертов новый скутер. Опять же, 2-3 минуты и я уже на скутере. Еду себе еду, а потом смотрю на карту и понимаю, что я еду вообще в другом направлении. Примерно на половине пути меня сбил какой-то челик с мотоцикла и тут же мотоцикл выгрузился с системой, поэтому мне пришлось вручную бежать. Фух, наконец-то я вижу этот заветный красный маркер. Примерно за час игры я дошёл до уровня получения водительских прав. Забегаем в комнату сдачи, нажимаю кнопочку взаимодействовать, а мне пишет, что у меня неоплаченные штрафы. Поэтому арендую скутер, отъезжаю от автошколы, пробивается Payday и выполняется задание оставайтесь с нами. Это значит, что я проиграл уже в Блэкрашу 2 Payday. Заходим в Блэкпасс и заслуженно забираем 5000 рублей. После чего в навигаторе я забил банк Литкарина и доехал до него. Зашёл в банк и подхожу к банкомату. Выбираем пункт оплата штрафов и здесь мы платим 500 рублей. Да, 500 рублей это конечно немало, но всё же теперь мы сможем сдать наконец-то на права. Снова забегаем сдавать экзамен. Нажимаю кнопочку взаимодействовать и здесь я вижу, что у меня есть все виды прав. Хотя на этом пути бомжа я вам показываю каждый шаг своего развития и как-то незаметно получить 4 вида прав я просто не мог. Решил показать сам себе лицензии и здесь я вижу все категории водительских прав, но нет категории оружия. Но если мы пробьём команду слэш квест и посмотрим на получить водительские права, то у нас видно, что этот квест не выполнен. Хотя лицензии на вождение у нас есть. Также я совсем случайно чекнул 15 квест шоппинг. Здесь нам нужно купить любой аксессуар. Поэтому я подъехал к ближайшему магазину аксессуаров и стал смотреть самый дешёвый акс. Но я так понял, дешевле вот этих очков за 10 тысяч нет ничего в этом магазине. А дело в том, что у меня на руках 9500 и мне не хватает как минимум 500 рублей. Поэтому сейчас я вам покажу, как бесплатно получить мобильный телефон на Блэкраше. Заходим в 24 на 7 и здесь мы видим мобильный телефон стоит 2100. А мы просто выбираем изменить мобильный номер. Выбираем номер на свой вкус и тратим всего-то 450 рублей. Вот она появилась в инвентаре. Просто её запускаем в телефон и всё, считайте, можем звонить. Но если пробиваем команду слэш квест, то здесь мы видим, что приобрести телефон у нас не выполнено. Но если мы попробуем купить в 24 на 7 телефон, то нам напишет, у вас уже есть телефон. Походу это уже второй начальный квест, который мы не сможем выполнить. А в конце у меня вообще крашнуло и пришлось перезаходить. Перезахожу в игру очень быстро, без очереди, быстренько логинюсь и меня почему-то отключает от сервера и говорит, переустановите лаунчер на официальном сайте. Если у вас в будущем вдруг будет такая же ситуация, то вы просто заходите под мой ролик, спускаетесь в описании и по первой ссылке переходите на официальный сайт Блэкраши. Здесь вы можете безопасно установить самую новую чистую версию клиента. Я так сделал и у меня заработало, но почему-то я появился именно в больнице. И кстати, возвращаясь к тому квесту с посещением городской больницы, да, он до сих пор не выполнен, хотя я даже здесь заспавнился. Короче, ладно, выхожу из больнички и прописываю команду слэш промо, чтобы активировать в окошке промокод ютбр. И за его активацию я получил на халяву бмв x6 на 3 часа. Побежал на аренду скутеров, чтобы поехать за x6. На всякий случай потратил 300 рублей и отметил ее на карте, чтобы точно не промахнуться. В итоге, как я и думал, она оказалась на высоком автосалоне. Эта машина стоит 3 миллиона вертов, а я самый настоящий бомж и при этом сейчас я катаюсь на ней. Конечно же, через 3 часа у меня ее отберут, но это все равно куда лучше, чем гонять на скутере, который все время выгружается. Вот это я понимаю скорость. Решил заехать в казино не потому, что я крутой, а для того, чтобы выполнить еще пару заданий из Блэк Пасса. Мне очень повезло с картами и в итоге у меня было на руках аж 20 очков. И ожидаемо я выиграл и приумножил свою ставку в 2 раза, то бишь ушел плюс на 1000 вертов. Ну и самое главное, выполнил задание 21. Ну, вижу, не всем так в казино везет, как мне. Ну а тем временем у меня по статистике первый уровень и 4 из 8 очков XP. Теперь, когда у меня на руках 10600 вертов, я могу себе позволить уже посетить магазин аксессуаров и там купить себе очки за 10к. Подъезжаем к пункту назначения, выходим из тачки и заходим в магазин аксов. Тут мы проматываем все дорогие аксы, они нам ни к чему, у меня особо выбора нет. Есть только одна позиция 10к, синие очки, let's go. И в итоге, считайте, по деньгам ухожу в полный ноль, но тем не менее получаю 2 очка XP и к тому же у меня теперь есть крутые очки. Но почему-то сейчас моя тачка тусуется в палисаднике. А дело в том, что эта территория палисадника окружена просто забором, который невозможно перепрыгнуть. Поэтому я покружился здесь минут 5 и уже наконец-то обратился к админам, помогите телепортировать, все дела. Ждал админов, ждал, но ответа не было. Поэтому я просто разогнался и на удачу перескочил. Успел заехать в больничку, чтобы заказать там медкарту за 5000 рублей. Далее я заехал в 24 на 7 и купил там себе еще один лотерейный билет. И вот я вижу, что администратор принял мою жалобу и готов помочь, но я, увы, сам справился. Пока возвращался к больничке, я добил свою машину и теперь без ремки она больше никуда далеко не уедет. А вот и уведомление, моя медкарта готова, теперь ее просто нужно забрать в больнице. И, конечно же, на медкарту 5000 рублей я тратил не просто так, поскольку мы подходим к пикапу и выполняется задание, из-за которого нам дается 10 тысяч рублей обратку и одно экспи. По статистике сейчас у меня уже 7 очков экспи из 8 и мне не хватает одного до второго уровня. Поэтому я снова выбираю пункт промокод и здесь я ввожу хэштег 18к. Его мы активируем и получаем целых 2 очка экспи абсолютно на халяву. И теперь, наконец-то, в статистике мы видим, что у меня второй игровой уровень. Теперь я, наконец-то, смогу работать автобусником. Но для начала давайте зайдем в Блэк Пасс задание, потому как там был квест с получением нового уровня. Но почему-то он не выполнен, хотя только что я апнул новый левел. В принципе, это уже не важно, поскольку сейчас нам нужно просто добежать до правительства и устроиться на официальную работу автобусника.